Проезд в районе Лакинска станет безопаснее. Сегодня состоялось долгожданное открытие обновленного 12-километрового участка автодороги М7 «Волга». Капитальный ремонт длился почти три года. Благодаря новым развязкам, уверяют дорожники, удастся избежать большого количества ДТП и пробок. Символическую красную ленточку на свежем асфальте перерезали первый замгубернатор Алексей Конышев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. Затем по трассе колонной проехали большегрузы, принимавшие участие в строительстве дороги. Объект обошелся более чем в 3 миллиарда рублей. Обновляли трассу в несколько этапов. Теперь здесь появились четыре разворотные петли. Кроме того, именно в Лакинске впервые в стране смонтирован модульный сборно-разборный пешеходный переход. Над дорогой можно будет пройти в пяти местах. Также предусмотрено два подземных перехода. Только в этом году сократилось количество ДТП на почти 80%. Это залог того, что дорога будет приносить только радующее удовольствие и не будет доставлять хлопоты проблем водителям и пешеходам. Вообще, Светлана Юрьевна Орлова, наш губернатор, как только приехал в область, самое первое совещание провела именно по развитию дорожной сети, по ремонтным работам, в том числе и на трассе 7-7. Для того, чтобы рев автомобиля не доставлял местным жителям неудобства, на трассе установлено почти 8 километров шумозащиты. Исключены и светофоры. Это, по задумке проектировщиков, снизит количество вредных выбросов в атмосферу от машин. Сделана и новая система водоотведения. Было принято консолидированное решение. Здесь надо отдать должное властям Владимирской области, потому что только сообща рука об руку, можно было выполнить эти работы. Потому что очень сложный участок, еще раз говорю, населенный пункт, решение имущественных вопросов, перенос коммуникаций, работа с общественностью для разъяснения всех инженерных решений, которые здесь применяются. С 2013 года на дорожную отрасль региона «Росавтодор» выделил более 15 миллиардов рублей. На эти деньги отремонтировано порядка 300 дорог Владимирской области. Из крупных участков реконструкции еще ждут магистрали в районе Покрова и Владимира. Екатерина Гаврилова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.